Продолжаем копать яму. Мы находимся на дне, но еще у меня есть одна тема. И вот там был ужасный бюллетень, и мы все-таки решили провести эксперимент. Давайте посмотрим, что еще хуже, что еще отвратительнее. Еще отвратительнее, как бы наглее, беспардоннее, это доход Владимира Путина, который я напубликовал. Вы знаете, что они сдают, я там тоже сдавал, готовил кучу документов, кучу каких-то материалов, потому что кандидат должен предоставить сведения о своих доходах за 6 лет. И Владимир Путин тоже предоставил такую информацию. Вот за 6 лет он заработал 38 миллионов рублей. И я смотрю на это, и у меня какой-то когнитивный диссонанс, потому что даже я, ну то есть я не бедный человек, я нормально живу, но при этом я точно не ощущаюсь каким-то очень богатым. Я живу в съемной квартире, у меня особо никакой нету, у меня нет ни недвижимости, ни дачи, ну у моей жены приличная машина, Ford Explorer, но тоже ничего особенного. Но у меня доход больше. То есть получается, что я богаче, чем Путин. Можно в это поверить? Ну конечно нельзя в это поверить. И здесь давайте проведем самый простой эксперимент. Я даже не буду сейчас перечислять какие-то его дачи, дворцы в Геленджике, или ну какие-то еще вещи, какую-то коррупцию Ротенбергов. Простую вещь возьмем. Мы возьмем только то, что он не может отрицать, что находится в его личной собственности и в личном владении. Наручные часы. Ну то есть вот они у него есть, и он наверное не может говорить, что я нашел, или еще мне подарили. Подарить не могли, потому что должен декларировать и отказываться от всех подарков стоимостью больше трех тысяч рублей. Поэтому это имущество, личная собственность Владимира Путина. Давайте просто тогда посчитаем, сколько же стоят часы, в которых он появился за последнее время. И давайте начнем с часов. Тут такие, вот те самые часы, которые он дважды один раз дарил, а один раз кидал в жидкий бетон Нижней Бурейской гидроэлектростанции. Стоимость каждых из этих часов, вот вы их сейчас видите на руке, вот он и дарит их какому-то мальчику-скотоводу, не скотоводу, мальчику-пастуху, я не знаю, как про них сказать. Стоимость таких часов 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов раз, 10 тысяч долларов два, 20 тысяч долларов. Следующие часы смотрим. Это мы видим Патек Филипп. И стоят они уже 60 тысяч долларов. Следующие часы, в которых появляется Владимир Путин, я не знаю, какие-то такие названия, Аланш, Инсон, что-то такое, стоимость их 25 тысяч долларов. Это все я взял с официального сайта, который продает часы, то есть эти цены вполне себе верифицированы продавцами часов. И дальше жемчужина коллекции Владимир Владимирович, это часы той же самой фирмы, что предыдущие, но стоят они сильно подороже. 500 тысяч долларов. 500 тысяч долларов наручные часы, и в этом смысле мы имеем очень простую математику. Если мы посчитаем стоимость всех этих часов, то у нас получается 36 миллионов рублей, а весь его доход за 6 лет 38 миллионов рублей. То есть все, что он, видимо, как бы авансом попросил деньги за 6 лет, и все это потратил на часы. Ну, можем мы в это поверить? Конечно, нет. Ну, просто вот еще одна насмешка. Человек просто смеется над нами. Он ходит в часах за 500 тысяч долларов. Ну, от виду, он же не может сказать, что подарили. Он не может сказать, что купил. Он просто в них ходит. И он просто вам говорит, ну, ребят, я зарабатываю, ну, вот тот тип Навальный, оппозиционер, Саакашвили бегает по улице, даже он зарабатывает больше, чем я, а я вот тут просто, вот у меня тут часы за 500 тысяч долларов США. Не ходите на эти выборы. Не ходите на них, потому что, ну вот, кстати говоря, да, не ходите, потому что другие кандидаты об этом не спрашивают. Ни один из кандидатов от Явлинского, Титова, предпринимателя Собчак, до Жириновского и Грудинина, ну, почему ни один не возмущается этим? Не выпускает ролик, о котором бы там размазал Путина? Не выступает перед людьми, не трясет кулаком и не говорит, что Путин коррупционер, потому что он не может объяснить о происхождении этих денег. Молчат. Борьбы нет, ничего нет. Поэтому это просто еще одна причина не ходить на эти выборы, потому что над нами смеются, и нет кандидата, который хотя бы может возразить, сказать, что, ну, вы имеете как-то совесть, как-то врезать им, или попытаться врезать, или там в тишине кричать, если его не покажут по телевизору. Нет даже того, кто пытается что-то делать.